На Зелёном острове 30 сентября собрались воспитанники военно-патриотических клубов Омской области. Здесь в шестой раз состоялся военно-полевой выход, который в этом году был приурочен к 75-й годовщине победы в Курской битве. У нас была инициативная группа боевого братства, и мы придумали такой полевой выход. И вот шесть лет назад впервые здесь было всего семь команд. Семь команд с округов города, было по десять человек. И вот можете видеть, сколько сегодня детей из года в год количество прибывает. Естественно, мы маленько меняем программу, стараемся её разнообразить, чтобы детям было интереснее. Программа военно-полевого выхода традиционно состояла из разноплановых состязаний, в которых ребята проявляют физическую выносливость и командный дух. В этом году на одном дыхании участники собирали и разбирали АК-74, тягали гири, поднимали бревно, проходили военизированные эстафеты. Я хорошо умею стрелять, мне это безумно нравится. В теле выбивают 29 из 30, хоть и у меня не очень хорошее зрение. Нравится собирать и разбирать АК, ПМ также. Да и думаю, метание гранат. Нам предоставилась возможность с района выбрали школу и получается на протяжении месяца начинали готовиться, занимались, узнали, какие будут мероприятия, какие будут конкурсы. И поэтому каждому индивидуально готовились. Субтитры создавал DimaTorzok В юноармии вот уже, ну как, недавно. Получается, летом ездил на юноармейскую смену, меня там посвятили. На таких соревнованиях я первый раз, впечатлений много. Есть такие задания, которые действительно первый раз, но выполняются очень тяжело. Безусловно, очень хорошая организация. Мне понравилось, в принципе, множество всяких эстафет. Очень интересно был организован лазертак, интересные поставленные испытания. В общем, все прекрасно, я довольна. 12 июля, битва под деревней Прохоровкой. Самое масштабное танковое сражение. И оно меня очень впечатляет и вдохновляет, что существовали, ну и сейчас существуют такие люди, которые способны совершать такие подвиги. В общем зачете соревнований места распределились следующим образом. На третьем – команда Павлоградского униципального района. На втором – ученики Нововаршавской гимназии. Победители в этом году – патриоты Законечникова. Как вы считаете, для чего нужны такие мероприятия? Ну, чтобы люди стали еще больше патриотами, полюбили свою страну, как бы это все очень хорошо сделали. Военно-полевой выход – это своего рода экзамен для юных патриотов. Проверка выносливости и готовности защищать родину. Глядя на упорство и задор ребят, можно смело сказать, что с этим испытанием они справились на отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова